всем привет вы смотрите канал паркет на диване может быть кто-нибудь спросит что это за набор юного фокусника но мы это посмотрим дальше сегодня я расскажу про очень интересный материал я с ним столкнулся достаточно недавно это кпд композитная паркетная доска про материал такой как винил мы уже рассказывали я думаю что вы данный материал знаете возможно он уже лежит у вас в квартире так вот что представляет данная кпд это списи покрытие тем кто не знает что такое списи мы ссылку верху подкрепим посмотрите узнаете на который клеится шпон натурального дерева и мне это очень понравилось и заинтересовало почему потому что мы получаем напольное покрытие достаточно практичная так как она не взаимодействует с влажностью температурой и очень комфортно по теплоте и шумоизоляции сегодня к нам приехал представитель компании амиго с которой мы работаем достаточно давно уже много лет в ассортименте которой есть массив из бамбука есть виниловые полы из писи и вот как я и сказал недавно я узнал что такое кпд композитно паркетная доска геннадий расскажи пожалуйста поподробнее что это такое что это за зверь чем его едят ну есть его не нужно на самом деле но базовый слой это списи плита то есть плита повышенной плотности соотносимо с керамикой и можно сравнить плотность порядка 2000 килограмм метров кубический верхний слой это шпон дерева 1 и 2 миллиметра который наносится с помощью горячей прессовки и получается сей дивный продукт который водостойкий его можно укладывать на кухню там в коридор ванном еще конечно не пробовали но я думаю что он будет лежать себе хорошо мы попробуем я вот специально приготовил такой мини ванну на недельку нужно планить на недельку а лучше на 2 я вас уверяю с ним ничего не будет абсолютно я серьезно ты будешь будешь у нас ждать все две недели до я понял здесь жить будем я думаю я думаю меня приютят ну тесты мы сегодня проведем и на удара прочность на истираемость и соответственно на влага защищенность мне кажется мне кажется что все-таки материал водостойки его можно монтировать во влажные зоны почему потому что он полностью законсервирован сам шпон полностью законсервирован с помощью лак лаком да то есть единственное место которое в доступе к воде это срез то есть вот этот 1 и 2 миллиметра шпона который будет может быть взаимодействовать с влажностью но если это будет мокрая зона то скорее всего нужно будет как-то герметизировать края которые обрезан чтобы вода не никак не не взаимодействовала с натуральным деревом так и пока я остался один я хочу вам поподробнее рассказать именно о шпоне дерево который присутствует нашей продукции это 12 миллиметра это шпон натурального дерева хочу застрять внимание что именно натуральное дерево в данном случае это дуб колорированный выкрашенный дуб здесь нет повторяющихся рисунков таких как у ламината либо у винила это именно текстура это именно рисунок который свой своеобразный по и у каждой доске он свой сучков здесь нету либо есть но не минимальное количество поскольку используется именно хорошая ламель без сучков вот присутствует точно так же такие вот декор то есть натуральное дерево просто в досках выбраны именно серы есть натуральное дерево есть орех и вот вы сами можете посмотреть насколько он красивый точно также присутствуют небольшой разнотон как натурального дерева то есть одна доска может отличаться по цвету от другой опять же это особенности характеристики именно натурального дерева повторю это слово еще раз чтобы хотелось сказать в заключении конкретно про этот продукт я считаю что это инновации это именно будущее ты революция напольных покрытий все к чему это двигается то есть сейчас конечная точка винила это как раз таки spc плита да и мы со своей стороны сделали такую продукцию которая сочетает себе и винил его практичности воду водостойкость и натуральное дерево то есть шпон который теплый который передает натуральную текстуру дерева который не повторяется и получился вот такой великолепный продукт который можно использовать во всей квартире а сейчас мы потестим данный материал на удара прочность на истираемость на влагостойкость и так далее поехали символации которая может быть у каждого в квартире это рубка яблока на полу вот я я больше верю что каждый наверно так делал с помощью топора кстати смотрим все мы доели наше разрубленное яблочко механические повреждения на лицо на массивной доске механическое повреждение больше чем на кпд за счет того что здесь шпон тонкий и за счет этого механические повреждения меньше дальше да я хочу уточнить что здесь 10 слоев лака идет здесь я не знаю сколько слоев для топора мне кажется все равно там логично его флака водить а дальше мы будем царапать наше напольное покрытие опять же с использованием нашего супер острого топорика он действительно острый мы это сейчас покажем смотрим сейчас реально кстати одинаковым может на сам попробуй чтобы не быть голословным как я говорил раньше что поцарапать можно все что угодно наш топор это доказал я свои две царапины сделал со всей силы что на одном материале что на втором механические повреждения там и там на массиве они немножко больше на кпд на кпд они они немножко меньше но царапается все то есть если передвигать мебель это будут незначительные такие царапины вот что здесь что здесь если взять гвоздь и начать царапать конечно мы уничтожим любое напольное покрытие а сейчас мы покажем как вот систем собирается я думаю что это очень просто да получается продольный замок у нас юниклик а торцевой и зилок собирается как обычный ламинат под 45 градусов берем до досочку так вот вставляем защелки берем вторую досочку точно также вставляем и делаем то есть собирается он можно собирать его по штучно не обязательно в линию как это делается с ламинатом там либо с винилом получается у нас торцевой замок накладной все верно окей и следующим рядом он уже фиксируется жестко да все просто друзья наступил мой самый любимый тест будем сейчас бросать бильярдный шар со всей силы так выбираем локацию на наших образцах поехали после нашего злого испытания вмятина на самом деле она есть на камере скорее всего что ее видно не будет но небольшая вмятинка все-таки присутствует вмятина собственно получается за счет спрессовывания пор но так как шпон очень тонкий поэтому она практически незаметно вот с высоты моей головы да я вмятин не вижу но сблизи и больше на ощупь все-таки мы ощущаем эту вмятину нежели визуально а теперь мы сравним данную вмятину с со стандартной паркетной доской вот обычная трехслойная паркетная доска уже с толстым шпоном 4 миллиметра 2 воде сверху сверху не вопрос двойной тест будет проверим что с ним будет еще подойти ничего не будет все погнали бросаем но я отошел давай ты очень дерзкий давай еще разок сразу чтобы было что было еще больше видно прям рядышком куча налегло кстати все все видно смотрим ну что продолжаем наше испытание это наверно будут последнее испытание наше чудо вода в нашем чудо контейнере погружая сколько будем погружать на две недели две недели на две недели выветрится вода это будешь подливать не страшно в общем бросаем мы запоминаем что наши царапины остается сверху и низ данного кусочка он будет находиться две недели в воде на этом наверное все мы тебя отпускаем или ты остаешься не я хотел бы кстати резюмировать касаемо всей продукции давай всего видео которое мы сегодня сняли в чем особенность именно конкретно вот система то есть повторюсь это из писи плита базовый слой который водостойкий который очень низкий коэффициент расширения имеет можно укладывать большим метражом плавающим способом до 100 квадратов без разрыва а сверху с помощью горячей прессовки натуральный шпон дерево то есть натуральный шпон говорит нам о том что не будет никаких повторений рисунков так как у ламината либо у винила это теплый продукт присутствует небольшой раз на том присущий деревяшки то есть уложив в квартире ваши друзья в жизни не поймут что это не натуральное дерево не массив точнее друзья прошло уже пять дней как мы опустили наш образец вот систем в воду две недели мы ждать не стали у меня просто руки чесались уже достать посмотреть что с ним происходит я думаю что какой-то потоп пять дней длится ни у кого не будет поэтому смотрим что произошло за пять дней с нашим образцом и так что у нас произошло естественно шпон дума потемнел как это свойственно в принципе для любого дерева нам самое главное понять нет ли отслоения шпона от спи си отслоение я никакого не вижу на мой взгляд на какие-то доли небольшие миллиметра все-таки край подбух но для пяти дней этого это очень даже неплохой результат отслоение никакого нет можно увидеть есть потемнение может быть небольшое набухание я думаю что для мокрых зон этот материал подходит вообще прекрасно нужно будет теперь протестировать на каком-то большом интересном объекте я думаю что когда-нибудь мы это сделаем на этом наше испытание нового материала вот систем подошли к концу мне материал понравился я думаю что мы куда-нибудь его ближайшее время будем применять поэтому подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии всем добра пока